Привет, красотка! И сегодня у нас с тобой будет продолжение моего пред-предыдущего видео, вроде бы. Я снимала видео об уходе за кожей лица в холодное время года, и вы очень активно проголосовали за то, что хотите полноценное видео об уходе за всем телом, потому что мы это не только наше лицо, мы это еще и наши ноги, руки. И все это нормально-таки страдает, когда у нас опять перепады температур, кожа становится заметно все более сухой. Поэтому давайте нашей коже помогать. Сегодня я вам расскажу о пяти пунктах, как всегда, я без разделения не могу. Без пунктов Саша не Саша. Как можно помочь нашей коже? Это будут такие простые очень вещи, абсолютно незатратные. И я думаю, вы все сможете в домашних условиях это повторить. Итак, первым пунктом поговорим об очищении кожи. Это важно всегда и зимой, и летом. Но в холодное время года я бы рекомендовала обратить внимание на теплый душ, не очень горячий, потому что после горячего душа, после горячей воды, когда вмоете руки, кожа очень сильно сушится. Из особенностей здесь только то, что я не рекомендовала бы каждый день использовать гель для душа. Прям, знаете, такие супер очищающие, после которых аж скрип кожи, потому что они сушат кожу, лучше использовать какое-то молочко для душа или гель увлажняющий. И вообще, не обязательно каждый день пользоваться этим гелем. То есть у нас на теле есть наши масла, наши какие-то жиры, которые нужны нашей коже, поэтому не нужно постоянно их стирать этими гелями. А вообще, холодное время года просто создано для ванн, мне кажется. Если у вас есть дома ванна, то я вас поздравляю. Это очень классно. Можно создать себе атмосферу очень уютную, такую, очень теплую. Погреться в горячей ванне, добавить какие-нибудь аромам масла, морскую соль, пену для ванны. Но не затягивайте с этим удовольствием, потому что если будете сидеть в ванной по полчаса, по часу, то кожа опять же будет сушиться. Поэтому минут 15-20, в принципе. Такого релакса, я думаю, достаточно. И второй пункт, поговорим об увлажнении кожи прямо после душа, после ванны. Это идеальное время для того, чтобы наносить на кожу все различные масла, крема, питательные штучки, молочко. Поэтому промакиваем себя полотенчиком и наносим на все тело. Такие средства сейчас без труда можно найти в любых косметических магазинах, но не забывайте, что есть такая простая и натуральная вещь, как масла. Оливковое масло, кокосовое масло, миндальное масло, масло авокадо. Они абсолютно не хуже справляются с сухостью кожи. Я бы сказала, даже ничего так хорошо, как масло не справится с сухостью кожи. Может быть, они не настолько удобны в применении, как крема, потому что крема создана для того, чтобы быстренько впитаться, не оставить никакого липкого слоя. Масло же, например, оставляет после себя, конечно же, вот этот вот такой жирный слой. Но если вы походите минут 10-15, то, в принципе, все впитается, все будет хорошо. Я каждый вечер мажусь кокосовым маслом на все тело. Это и ноги, живот, и руки, и попа. Очень впитает, очень увлажняет, расслабляет. Такой, знаете, небольшой массаж сам себе делаешь. Третий отдельный пункт – это уход за руками. Руки наши страдают не меньше всех, потому что на улице мы часто не носим почему-то перчатки и варежки, что я настоятельно рекомендую девочке делать. Просто заведите себе такое правило всегда на улицу, если уже там ниже нуля или ноль, или хотя бы ветер. Даже не важно, какая температура, если есть сильный ветер, то руки будут сильно обветриваться, сильно сушиться, поэтому я вообще всегда, только осень начинается, я сразу же ношу перчатки. Это первое правило. Второе правило – после мытья рук тщательно их вытирайте и возьмите себе за привычку сразу же наносить какой-нибудь питательный крем. И есть такая еще очень интересная вещь для рук, я сама не узнала где-то год назад, это маска для рук. Знаете, как мы делаем маски на лицо, маски на пяточки? Что еще есть? Ну, собственно, все. Есть также такие же перчатки на руки, и внутри этих перчаток находится определенный состав питательный. На 15 минут вы надеваете в эти перчаточки руки, например, смотрите фильм, или там делаете что-то не руками, да, чтобы они в спокойном таком состоянии побыли, и просто невероятный эффект. Сразу такие ручки очень мягкие, как будто, я не знаю, что-то с ними произошло. Я даже не могу сравнить ни с чем, потому что таких мягких рук вы вообще никогда не почувствуете больше, наверное, как после таких масок. Следующий пункт будет направлен не именно на тело, хотя нет, на тело тоже. В общем, мы поговорим о влажности в воздухе, о влажности в вашей квартире. У всех отопление, я думаю, есть, потому что иначе мы бы замерзли. И вот это самое отопление сушит наш воздух просто невероятно. Наверное, многие замечали, у кого кожа сухая, она становится еще более сухой. На утро, может быть, какие-то шелушения даже появляться. В принципе, иногда присутствует какая-то стянутость. Это означает то, что влажности в воздухе недостаточно. И оптимальная влажность воздуха это 50-60%, если вы сможете измерить как-то ее и понять, что у вас все-таки ниже, а чаще всего у нас с отоплением ниже. Очень крутая штука это улажнитель воздуха. Они, кстати, недорого стоят, то есть можно купить, конечно, и за 20 тысяч, но можно купить и за тысячу. Они просто будут поддерживать оптимальный уровень влажности. Но если не хотите вообще тратиться, можно просто на ночь ставить, например, какие-нибудь емкости с водой или на батарею класть мокрую тряпку. Вы, может быть, замечали, когда вы постираете белье, или мама постирает белье, и развесит белье на сушилке, например, как-то легче дышать, сразу же приятнее дышать в этой комнате. Потому что вот эта вот вода в вещах, которые сушатся, она поступает в воздух, и дышать действительно становится легче, потому что влажность воздуха увеличивается. Но подробнее об этом пункте я вам расскажу еще в следующем видео. Не пропустите его, оно выйдет в среду, как всегда. Ну и пятый, последний пункт будет касаться того, что мы потребляем вовнутрь, а не того, что мы намазываем на себя. Это, девочки, вода. Вода важна не только летом, но и зимой. Но вы замечали, наверное, что зимой пить как-то меньше хочется, потому что ты вроде меньше потеешь, меньше тратишь влаги, но на самом деле вода нам очень нужна. И кожа на самом деле такой хороший показатель. Иногда не нужно пользоваться там кремами, маски какие-то делать. Иногда нужно просто сделать себе нормированный такой график, что ты пьешь полтора-два литра воды в день, и вот посмотреть, что станет с твоей кожей. Может быть, ей реально не хватает увлажнения изнутри. Если вы еще, красотки, не смотрели видео об уходе за кожей лица в холодное время, которое я снимала совсем недавно, то после этого видео обязательно загляните на него. Я оставлю его в конечных заставках. Видео-вопросы с инстаграмом. Привет, Саша! Саш, расскажи, пожалуйста, как подобрать цвет волос, максимально подходящий для человека? Спасибо заранее за ответ. Привет, Настя! Вообще вопрос немножечко абсурдный, потому что я бы не сказала, что это в принципе реально, найти тот цвет, который человеку будет хорошо всегда, там и в 13, и в 25, и в 40. Вообще, мне кажется, что от природы вот что дано, то идеально, в принципе, для тебя вписываться, идеально по твоему цвету кожи, к твоим бровям. Но в принципе, с нашими возможностями нанести любой макияж, сделать себе любые брови, можно экспериментировать и экспериментировать. Если душе угодно, то пожалуйста. Есть такие приложения, где ты подставляешь свое лицо, и программа тебе показывает разные прически с разным цветом волос. Но мне они никогда не помогали. Вот серьезно, в итоге мне всегда помогала какая-то чуйка. Я понимаю, что мой совет, типа, пробовать, экспериментировать, будет не очень логичным, потому что волосы все отпадут, когда вы уже хотя бы там три цвета поэкспериментируете. Но действительно, в разное время жизни вообще подходит человеку разный цвет волос. Поэтому я, наверное, не скажу какой-то единый такой рецепт, который подойдет всем и вся. Попробуйте воспользоваться таким приложением, о которых я с вами сказала. Ну что ж, если ты, красотка, хочешь задать мне тоже видео вопрос, чтобы я на него ответила в следующем видео, то задавай мне его в Инстаграм, в Директе. И, в принципе, заканчиваем видео. Дайте мне знать, если видео было полезно, пальцем вверх. И напишите в комментариях видео, на какую тему вы хотели бы от меня еще в ближайшее время. Я вас очень сильно люблю. Улыбайтесь чаще, красотки.